Спасибо большое, Замира Ахмедовна. Это действительно редкая опухоль. На сегодняшний день мы работаем в этой области в рамках классификации Всемирной организации здравоохранения, которая включает в себя опухоли головы и шеи, а также опухоли эндокринной системы, которые опубликованы в 2017 и 2018 годах соответственно. Что касается эпидемиологии, то эта опухоль составляет 2-4% злокачественных опухолей щитовидной железы, по данным разных авторов, в зависимости от географического региона. И особенность ее заключается в том, что она делится на спорадические и наследственные формы, которые отличаются по эпидемиологии, несколько отличаются по проявлениям, в первую очередь макроскопическим. Безусловно, наиболее часто встречается спорадическая карцинома медулярной щитовидной железы, она составляет 70-80% случаев медулярных раков, в пик приходится на 5-6 десяток, как правило, это солитарный узел, и в плане каких-то молекулярных перестроек эти опухоли характеризуются соматическими мутациями в гене РЭД, которые не наследуются. Частота варьирует от 1 до 2 третей случаев. При отсутствии мутации в гене РЭД встречаются мутации в генах семейства РАС, причем чаще всего это H-раз мутация, либо K-раз мутация. Н-раз мутации встречаются редко. Что касается наследственных форм, то это от 15 до 30% случаев, они встречаются в гораздо более молодом возрасте, чем спорадические формы, но при этом возрастные особенности существенным образом зависят от того, с каким именно синдромом ассоциирована эта опухоль. Потому что, скажем, если это МН-2Б синдром, то эти опухоли могут развиваться в детском возрасте, в том числе в возрасте менее 10 лет. Если же мы говорим о фамильном медулярном раке щитовидной железы, то они, как правило, встречаются примерно в той же возрастной группе, что и спорадические карциномы. Но все эти наследственные образования характеризуются герминальными мутациями в гене РЭД. И в зависимости от того, в котором кодоне эта мутация возникла, собственно, и разнятся синдромы, которые ассоциированы с этим. Что касается макроскопических проявлений, то наследственные формы гораздо чаще бывают множественными, видим многочисленных узлов, и встречаются в том числе и билатерально. И есть такая одна из особенностей. В ряде случаев ассоциирована эта опухоль с первичной гиперплазией циклеток. При выполнении профилактических тиреоидоктомий у пациентов с выявленными герминальными мутациями могут выявляться только гиперплазии циклеток до того, как разовьется уже полноценная карцинома. Что касается локализации, то, как правило, эти опухоли локализуются на границе верхней, средней и третьей долей щитовидной железы, потому что именно в этой области онтогенетически эти клетки и имеют преимущественную локализацию, соответственно, и участки гиперплазии циклеток мы тоже будем встречать именно в этой части. Узел, как правило, не инкапсулированный и ограничен тканью железы гораздо чаще, чем встречается выход за ее пределы. При этом, собственно, почему опухоль была названа медулярной? Потому что чаще узел имеет мягкую консистенцию и по аналогии с медулярным раком молочной железы эта карцинома и была описана именно этим терпином, который за ней сохранился. Что касается размеров, то они могут варьировать в очень большом диапазоне от микроскопических и оккультных форм менее миллиметра до узлов, которые могут замещать долю целиком и даже превышать ее размер. Морфологически эта опухоль характеризуется солидным ростом. Это один из синонимов медулярной карциномы. Солидная карцинома и амилоидозом стромы. Собственно, вот эти амилоидные гомогенные зенофильные массы, которые располагаются в строме, они являются отложениями кальцитонина, которые опухоль продуцируют и в большинстве случаев секретируют. Поэтому мы можем обнаружить гистологически солидные гнезда, размер которых может существенно варьировать, как и взаимоотношения клеточного и стромального компонента, доля которого также может разниться. И в ряде случаев мы можем встречать зажатые в строме цепочки клеток либо тробекулы. Но чаще мы, конечно, встречаемся с солидным характером роста. Это разного размера гнезда, которые представлены довольно мономорфными клетками с обильной цитоплазмой, которая зенофильная чаще всего, гранулярная. И именно вот из-за этого диссонанса, потому что клетки выглядят цитологически довольно спокойно, они мономорфные, у них довольно небольшие округлые ядра, которые не отличаются друг от друга по характеристикам. Широкая цитоплазма. То есть ядра цитологически спокойные, архитектура солидная для опухоли щитовидной железы из фолликулярного эпителия. Это проявление низкой степени дифференцировки. При этом клиническое течение, конечно, более благоприятное по сравнению с низкодифференцированными фолликулярными опухолями. Это был, в общем, один из пунктов, на основании которых эта опухоль также была выделена изначально в отдельную категорию. Вы видите, здесь стромы гораздо меньше, чем, скажем, в предыдущей микрофотографии. И тоже мы можем видеть амилоидные массы в виде гомогенных и азинофильных отложений. Они встречаются, к сожалению, не в 100% случаев. Порядка 70-80% случаев мы можем обнаружить амилоид гистологически. И в ряде случаев это тоже создает сложности для дифференциальной диагностики. Сами же клеточные черты. Вот это монотония, широкая азинофильная цитоплазма, ядерные характеристики в виде соли и перца равномерно распределённого хроматина характерны для, в том числе, нейроэндокринных опухолей. И сложности в дифференциальной морфологической диагностике в раке мендулярной щитовидной железы именно с этим и ассоциированы. То, что эта опухоль и архитектурно, и цитологически, может напоминать различные образования другой природы. Но на сегодняшний день у нас есть целый ряд дополнительных методик, которые позволяют при подозрении на медулярную карциному её довольно легко верифицировать, потому что эта опухоль порядка в 99% случаев экспрессирует кальцитонин, также очень часто экспрессируют карциноэмбриональные антигены, и эти два вещества могут секретироваться в кровь и довольно эффективно используются в качестве сирологических маркёров при диагностике либо при мониторинге заболевания. Кроме того, эта опухоль характеризуется экспрессией целого ряда нейроэндокринных молекул, которые мы рутинно используем в своей практике, это хромогранин, синаптофизин, и также может окрашиваться на антителами к различным биологически активным веществам и гормонам, таким как АКТГ, самотостатин и другие. Кроме того, она сохраняет линейную принадлежность и экспрессирует маркёры, характерные в том числе для фолликулярного эпителия щитовидной железы, это тиреоидный транскрипционный фактор, но, как правило, менее интенсивно, чем фолликулярные эпители щитовидной железы, и экспрессирует ПАКС-8, это транскрипционный фактор, который также является линейным маркёром для образований, происходящих из щитовидной железы. Что касается тиреоглобулина, это один из дифференциально-диагностических критериев, он отрицателен в этих опухолях, которые развиваются из С-клеток, и по определению тиреоглобулин не продуцирует и не участвует в синтезе тиреоидных гормонов. Как это выглядит? Кальтистанин – это диффузная цитоплазматическая экспрессия. Экспрессия настолько выражена, что она в том числе и застилает ядра, поэтому создаётся впечатление, что есть ядерное окрашивание, но это экспрессия цитоплазматическая, плюс, если вы обратите внимание, то в строме вот эти отложения, они тоже окрашиваются. То, что мы видим, вот синие ядра – это внутренний негативный контроль сосуда, они не окрашиваются кальцитанином. Сходная реакция с карциномбриональным антигеном – вот есть ткань щитовидной железы, прилежащая к образованию, которая абсолютно негативна. Экспрессия синоптофизина и других норендокринных маркёров. Тириоглобулин отрицательен при положительной реакции в оставшейся ткани щитовидной железы. И вот экспрессия ТТФ1, которая сохраняется в железе, но имеет меньшую яркость окраски по сравнению с резидуальной тканью щитовидной железы. Основная проблема в дифференциальной диагностике медулярной карциномы связана с тем, что она является большой обезьяной среди опухолей щитовидной железы. Она может напоминать любые образования щитовидной железы, а в ряде случаев может напоминать опухоли другой природы. В силу такой вариабельности архитектурных проявлений в первую очередь. Поэтому для того, чтобы подтвердить эту опухоль, мы должны её заподозрить. Для того, чтобы её заподозрить, мы должны иметь в той или иной степени более типичные участки строения, потому что если основная часть опухоли состоит из какого-нибудь этого варианта архитектурного, то это может быть сложно. Она, видите, может напоминать популярный рак, так как имеет склонность к популярному, псевдопопулярному росту в ряде случаев. Может симулировать фолликулярные опухоли щитовидной железы, потому что может иметь характерный паттерн. Также может иметь анкоцитарные цитологические характеристики и напоминать дюртликлеточные опухоли щитовидной железы. Может преобладать плоскоклеточный компонент. Плоскоклеточная дифференцировка нередко встречается при популярных раках щитовидной железы. Поэтому если какой-то из этих компонентов преобладает, то тут могут быть сложности в дифференциальной диагностике. Проблема в дифференциальной диагностике с фолликулярными опухоли щитовидной железы заключается в том, что иммуногистохимическое исследование рутинно при этих опухолях имеет очень ограниченное значение, поэтому в большинстве случаев не используется. То есть для того, чтобы подтвердить природу этой опухоли, мы должны в первую очередь заподозрить именно гистологически, что это может быть медулярный рак. И в данной ситуации клиническая картина может нам помочь, и в том числе данные методов визуализации, потому что эти опухоли имеют характерные визуальные признаки. Вот пример медулярного рака с фолликулярным типом строения. Эта опухоль практически полностью состоит из микрофолликулов. И, конечно, в первую очередь при встрече с таким паттерном мы думаем именно о фолликулярной опухоли, либо о эпителиальной опухоли с фолликулярным паттерном. Амилоид не выражен в данной ситуации вообще строма минимально. Конечно, это бывает сложно. Вот это пример медулярного рака, считовидной железы с фолликулами средних размеров. Они заполнены таким коллоидоподобным эзенофильным материалом, который не является амилоидом, что тоже в ряде случаев может создавать сложности для дифференциальной диагностики. Здесь, конечно, очень важно исследовать образование целиком. Если мы имеем дело с консультативным материалом, то в такой ситуации особенности вырезки могут осложнять диагностику, если мы не можем исследовать всю массу узла. Кроме того, эта опухоль может иметь черты, напоминающие не эпителиальный опухоль. Она может быть вертиноклеточной, гигантоклеточной, может преобладать меланотический компонент, когда опухолевые клетки содержат пигмент по типу меланина. И это напоминает метастазы меланомы в щитовидную железу, что случается. Параганглиомоподобный вариант, в общем, биологически вполне оправдан, потому что С-клетки имеют общие черты с клетками мозгового вещества надпочечников и параганглиев, общее происхождение, и поэтому неизбежно опухоли из этих клеток напоминают друг друга. И проблема в том, что параганглиомы злокачественные могут метастазировать широко, в том числе и в щитовидную железу. И в ряде случаев может даже напоминать англиосаркому, потому что в классических представлениях кровоизлияния в медулярной карциномии встречаются редко, как очаги некроза. Вот когда мы встречаемся с такими геморрагическими очагами, с лакуноподобными щелями, заполненными эритроцитами, которые могут даже симулировать какие-то сосудистые структуры, это, конечно, может направить по ложному пути, и не всегда легко бывает выйти именно на нейроэндокринную опухоль либо на медулярный рак щитовидной железы. Здесь опять же встают вопросы взаимодействия с клиницистами и адекватного исследования операционного материала. Кроме того, встречаются такие смешанные варианты, это амфикринные, когда помимо экспрессии кальцитонина опухоль продуцирует еще и муцин, который может располагаться как внутриклеточная, так и внеклеточная. Отдельно выделяют инкапсулированный вариант медулярного рака щитовидной железы, он встречается редко. В общем, как и эпителиальные опухоли щитовидной железы, обсуждается вопрос относительно потенциала этих опухолей, которые полностью инкапсулированы. Были предположения о том, что имеет смысл рассматривать их как менее агрессивные, но данных, которые подтверждали бы более благоприятных течения, все-таки нет, потому что частота метастазирования в большей степени зависит от размеров образования, чем от наличия или отсутствия капсулы. И мелкоклеточный вариант, он, собственно, характеризуется соответствующими цитологическими проявлениями, больше метатической активностью и характеризуется неблагоприятным течением. Что касается морфологических факторов прогнозов, это в первую очередь, это, конечно, стадия заболевания. Как я уже говорила, опухоль чаще локализуется в пределах щитовидной железы без выхода за ее пределы, но на момент диагностики порядка 50% пациентов уже имеют надальные метастазы. При пальпируемых образованиях, по некоторым данным, до 70% пациентов имеют надальные метастазы в региональных лимфатических узлах. Кроме того, медулярная карцинома, как продуцирующая биологически активные вещества, может сопровождаться проявлениями по типу карциноидного синдрома, но, как правило, такие клинические проявления ассоциированы уже с наличием отдаленных метастазов, а эта опухоль имеет потенцию и к гематогенному метастазированию в том числе. Как правило, это легкие, кости, надпочечники и другие органы. Также влияет на прогноз уровень пролиферативной активности, который определяется при помощи индекса КИ-67, чем он выше, тем хуже прогноз, лимфоваскулярная инвазия. На сегодняшний день, безусловно, прогноз определяется молекулярным профилем образования, это наследственная опухоль или нет, и в каком из кадонов происходит мутация. У нас есть еще немного времени или нет? Хотела бы сказать пару слов про гиперплазию циклеток, потому что это тоже такой вопрос дискутабельный. Считается, что первичная или неопластическая, или так называемая опухолевая гиперплазия циклеток является одним из маркеров наследственного характера медулярного рака щитовидной железы. Для нее характерен узловой, либо диффузный тип роста, многофокусность или многоочаговость и билатеральность. Но на самом деле сложность здесь заключается в том, что есть целый ряд ситуаций, когда возникает реактивная гиперплазия циклеток. Это может быть и хронические тиреидиты, и на фоне спорадических медулярных карцином щитовидной железы, и при ряде других ситуаций. Дифференцировать их друг с другом тяжело, потому что это состояние вообще имеет дискутабельные критерии. Считается, что должно быть 50 нейроэндокринных, или вот этих циклеток, парафолликулярные они располагаются. Вот так вот это выглядит. Они формируют такие группы парафолликулярные из более крупных клеток с более широкой и более светлой цитоплазмой по сравнению с фолликулярным эпителием. И должно быть больше 50 клеток на одно поле малого увеличения микроскопа. Это увеличение 10, объектив 10, или увеличение в 100 раз. Но есть данные, в соответствии с которым такая плотность клеток может встречаться у нормальных индивидуумов с частотой от 30 до 60%. То есть здесь есть проблема в количественном критерии, он не вполне надежен, может быть. С другой стороны, есть целый ряд реактивных процессов, которые могут сопровождаться гиперплазией циклеток. Но на сегодняшний день, в общем, нужно помнить о двух моментах. Это дифференциальная диагностика с микрокарциномой медулярной. В соответствии с рекомендациями ВОЗ на сегодняшний день в качестве микрокарциномы рассматривается образование размером меньше 1 см. Почему пытаются выделить микрокарциномы? Потому что это опухоли, которые с меньшей частотой ассоциированы с регионарными метастазами. Но что касается медулярного рака щитовидной железы, то стойкая ассоциация с меньшим риском на дальнем метастазировании имеется у образования размером меньше 5 мм. Поэтому здесь тоже есть свои вопросы нерешенные еще в плане ведения этих пациентов. То есть размер, конечно, образования должен быть указан. Что касается дифференциальной диагностики с узловой гиперплазией циклеток, то тут тоже нет четких критериев. Критерии размера не работают. Единственный критерий – это наличие либо отсутствие стромы в пределах вот этого участка, на котором определяется скопление циклеток. Потому что если есть строма, если мы видим, что эти клетки выходят за пределы базальной мембраны фолликулов, то тогда мы говорим о том, что это вероятно инвазивное образование. Это либо микрокарцинома, либо уже в зависимости от размеров полноразберная карцинома медулярной щитовидной железы. Если же эти образования, гиперпластические скопления циклеток встречаются в виде множественных очагов в щитовидной железе, например, удаленной по другим причинам, особенно если они билатеральные, то, конечно, это повод задуматься о возможном наследственном характере этих изменений, в том числе у пациентов среднего возраста. Возможно, у них есть приобретенная мутация. И, конечно, их необходимо обследовать. Ну, пожалуй, это все, что я сегодня хотела рассказать. Спасибо большое за внимание.